21 октября 1999 года в подмосковном городе Жуковский на аэродроме лётно-исследовательского института произошло запланированное событие. Огромный летательный аппарат, в котором искушённый зритель сразу узнает советский космический челнок «Буран», увозили с территории аэродрома. На самом деле это не тот «Буран», который побывал в космосе. Это его самолёт-аналог, точная копия, сделанная специально для лётных испытаний. Но это не меняло символичности события. «Буран» простоял на аэродроме более 10 лет. Дальнейшая его судьба определилась в духе времени. На нём решили заработать и в качестве аттракциона отправили в Австралию на Олимпиаду. «Буран» — последний грандиозный проект социалистической сферы державы, навсегда покидал Россию. Какая горькая ирония. Олимпиада — торжественное и радостное событие всей планеты — совпало с бесславным концом Великой космической эпохи. Сегодня выросло целое поколение, которое знает слово «шаттл» только в связи с американским орбитальным кораблём. Но нам тоже есть чем гордиться. Пришло время рассказать историю русского шаттла. 12 апреля 1981 года. Флорида. Мыс Канаверал. На старте — многоразовая космическая система «Спейс Шаттл». Корабль называется «Колумбия». Астронавты Джон Янг и Роберт Криппен открыли новую эпоху в космонавте — эпоху космических самолётов. На тот момент американцы уже почти шесть лет не летали в космос, поэтому вся страна следила за полётом. Радость побед и горечь утрат часто стоят рядом. Все помнят трагическую гибель Колумбии 1 февраля 2003 года. Но не все помнят, что первый раз она стартовала именно 12 апреля. В день космонавтики. Советской космонавтики. Они испортили мой день рождения, когда 12 апреля 1981 года запустили. Волк Игорь Петрович. Выполнил 12 полётов на аналоге «Бурана». Герой Советского Союза. Заслуженный лётчик-испытатель СССР. Лётчик-космонавт СССР. В июле 1984 года совершил полёт в космос. Могли бы и в другой день запустить, потому что как в пику вроде бы. Я не знаю, сознательно они, 12 апреля это сделали, это надо у них спросить. Но именно в годовщину полёта Гагарина сделать первый запуск многоразовой космической системы. Ну, это пусть додумывают каждый. Вы можете себе представить, какова была реакция нашего Совета Министров и Центрального Комитета. Многие убеждены были, что в принципе такую систему в то время было создать невозможно. И поэтому только вот считайте, в 1981 год был такой мощный толчок непосредственно к этой проблеме. Что такое космос вот в военно-политическом аспекте? Это, по сути дела, контроль всей земной поверхности. Это возможность нанесения ударов из космоса, которые нельзя ничем парировать. Филин Вячеслав Михайлович, заместитель генерального конструктора НПО «Энергия» по ракетоносителям. Доктор технических наук. Вспомните, конец 70-х годов, это практически холодная война. Это как практическое противостояние двух сверхдержав. Это Соединённых Штатов Америки и Советского Союза. И когда, так сказать, вот все методы наземные были испробованы, и уже они все были проверены, то война посекундочку стала перемещаться в космическое пространство. Естественно, стал лозунг. Кто владеет космосом, тот владеет и миром. На старте космической гонки мы вырвались вперёд. Первый советский спутник, первый человек на орбите. Нас убеждали, что это мирное освоение космоса. Но это было не так. Гагарин полетел на баллистической ракете, к которой вместо ядерной боеголовки приспособили капсулу с космонавтом. Однако у ракет имелся существенный недостаток. Использовать их можно было только один раз. Эта одноразовость наводила на мысль о космическом самолёте, который, выполнив поставленную задачу, вернётся на Землю и сядет на аэродром. Май 65-го года. Париж. Аэродром Лебурже. На очередной авиационно-космической выставке Советский Союз, помимо новых самолётов и вертолётов, продемонстрировал свои космические достижения. Стенд с гагаринским кораблём «Восток» пользовался большим успехом. Французы, немцы и англичане в космос не летали, но хотели участвовать в космической гонке. Известные авиационные фирмы представили модели многоразовых космических аппаратов. Проекты были похожи друг на друга. Такие аппараты планировалось запускать со специального гиперзвукового самолёта-разгонщика. Забегая вперёд, скажем, что таких самолётов до сих пор не существует. Американцы тоже занимались этой темой. Они разработали свой проект космического челнока и даже сделали его аналог для испытаний. Разработки многоразовой авиакосмической системы велись в 60-е годы и у нас, но, как всегда, были засекречены. Проектом занимались в КБ «Микояна». Он назывался «Спираль». Темой руководил главный конструктор Лозина Лозинский. «Спираль» можно считать первым русским шаттлом. «Спираль» он назывался, поскольку спуск у него был по спирали. Силаев Иван Степанович. Министр авиационной промышленности 1981-1985 годы. Герой социалистического труда. Председатель Совета Министров РСФСР 1990-1991 годы. «Спираль» — это был истребитель. И его главная задача, единственная задача была — это выходить на орбиты, по которым летали спутники и другие аппараты. американские, их уничтожать и, соответственно, садиться на Землю. В августе 1973 года Леонид Ильич Брежнев лично присутствовал во время осмотра новой техники. Его всегда интересовали перспективы развития авиации и космонавтики. Прежде чем принять решение по проекту «Спираль», нужна была авторитетная оценка. В вопросах обороны и вооружения Брежнев всецело полагался на секретаря ЦК КПСС Устинова и министра авиапромышленности Дементьева, назначенных на свои должности еще Сталиным, а также на своего министра обороны Андрея Антоновича Гречко. Вот эта четверка на испытательном аэродроме. Маршал Гречко считал авиацию основой обороны страны, но в детали проекта космического самолета вникать не стал. В духе большого начальника того времени он наложил на проект «Спираль» резолюцию следующего содержания. Фантастикой мы заниматься не будем. И вообще говоря, это до сих пор как-то удивляет, как мог так министр обороны поступить. Микоян Степан Анастасович, заместитель главного конструктора НПО «Молния» полетным испытанием «Бурана», генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. Дело в том, что это не просто так ему дали документы на подпись. Они прошли все инстанции. Были подписаны четырьмя, по-моему, министрами оборонных отраслей промышленности, тремя главкомами, и начальник генерального штаба, Захаров, подписал. С этими всеми подписями к нему пришли эти бумаги. А он на них написал, «Микояну надо делать самолеты, нечего заниматься фантастикой». Ну, я вот не понимаю. Ну, хотя бы пригласил тех, кто подписал, и обсудили бы это вместе. Нет, он просто подписал и отправил. И все же работы по спирали продолжались. В 1976 году, уже после смерти маршала Гречко, для летных испытаний в атмосфере был сделан самолет-аналог. Неказистый с виду аппарат с задранным носом аэродромное братье сходу окрестило «Лаптем». Ее называли «Изделие 105», как он у меня в летной книжке записан. Ее называли «Лапоть» по своей очень необычной форме. Остапенко Петр Максимович в сентябре 1978 года совершил полет на аналоге спирали. Герой Советского Союза. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Все это дело было секретно. Все ее прятали в отдельном ангаре, в отдельный доступ к ней был. И вытаскивали на поле, пытались делать пробежки, рулежки. Столкнулись с такой неприятностью. На лыжах тяги двигателя не хватало сдвинуть ее с места. Крылья спирали складывались, чтобы не сгореть в плотных слоях атмосферы. Колесное шасси заменили на лыжное. Не было материалов для защиты резиновых колес от больших температур. Как и всякий самолет, прежде чем подняться в небо, Лапоть должен был сделать несколько пробежек по аэродрому. Но аппарат никак не хотел скользить на своих лыжах по сухой грунтовой полосе. Дело происходило на Ахтубинском полигоне в Астраханской области, в краю арбузов и воблы. Технический персонал проводил свободное время за пивом, обсуждая насущные аэродромные проблемы. В том числе, как заставить Лапоть тронуться с места. В этот момент один из инженеров принес арбуз. Он оказался спелым, и вскоре от него остались только корки. Неожиданно родилась весьма оригинальная идея. Что если набить кучу арбузов и разбросать их на первых 30-40 метрах взлетной полосы? История авиации знает немало курьезных решений и технических проблем. Поэтому решили попробовать. Неподалеку была Бахча. Договориться со сторожем труда не составило. Лапоть приподняли, поставили лыжами набитые арбузы, и самолет заскользил, как по маслу. Начались полеты. Летчиком-испытателем был назначен авиаарт-фастовец. Следующим этапом стала отработка посадки. Тяги двигателя хватало для пробежек по аэродрому, но для подъема на большую высоту было недостаточно. В люке стратегического бомбардировщика Ту-95 сделали вырез. Где и поместили лапоть. Бомбардировщик набрал высоту 5 километров. Сбросил свою ношу, и диковинный аппарат полетел. Затем, растопырив свои лапки лыжи, зашел на посадку и приземлился на грунтовую полосу. Первый полет прообраза космического челнока завершился удачно. Но будущего у спирали не было. В ЦК КПСС уже приняли постановление по проекту «Буран». Во время одного из полетов на лапте летчику-испытателю полковнику Василию Урядову пришлось заходить на посадку на закате. Низкое солнце слепило. Урядов сел неудачно и сломал шасси. Но его вины в этом не было. Самолет ремонтировать не стали. Его отвезли в авиамузей Монина. Так закончилась первая глава в истории русского шаттла. Мы все дальше и дальше отставали от Америки. В США уже делали шаттл. Этот корабль был одним из главных элементов программы СОИ, стратегической оборонной инициативы. Американцы хотели разместить в космосе лазерное оружие для уничтожения спутников и баллистических ракет противника. Но любое оружие может применяться и для защиты, и для нападения. С легкой руки противников программы СОИ ее стали называть стратегией звездных войн. В Советском Союзе об этих разработках знали. В Академии наук провели исследования. Они оказались неутешительны. Шаттл мог сделать своеобразный нырок в атмосферу и нанести внезапный ядерный удар по любым стратегическим объектам страны. Таким образом, спейс-шаттл представлял реальную угрозу. Однако были скептики, которые не верили ученым и считали, что космический челнок нам не нужен. Были такие солдафонские разумы. А зачем оно нам нужно? Ну, оно же нам не нужно. Ну, что мы будем тут делать? У нас все есть. Все есть. Печка есть, под печкой спрятаться есть, куда. Бакланов Олег Дмитриевич. Министр ракетно-космической отрасли 1983-1988 годы. Герой социалистического труда. Секретарь ЦК КПСС. Курировал работу военно-промышленного комплекса. Один из, так сказать, доводов был той стороны, которая говорила, что вот видите, что у них есть такая возможность сделать нырок и бросить нам на голову кирпич, понимаете. И так, да, это убедительно звучало. А как же так? А у нас такого кирпича нет. И шаттла нет. Такого давайте быстрее делать. Вопрос, делать или не делать, предстояло решить Дмитрию Федоровичу Устинову. Он был назначен министром обороны после смерти маршала Гречко. Устинов прекрасно понимал, если мы не начнем сейчас, то можем опоздать навсегда. Душою, обеспечивающей возможность создания Бурана, был Дмитрий Федорович Устинов. Лозин Лозинский, Глеб Евгеньевич, главный конструктор проектов «Спираль» и «Буран», герой социалистического труда, доктор технических наук, генеральный конструктор НПО «Молния» 1976-2001 годы. Это выдающаяся личность, выдвинутая в свое время Сталином еще в очень молодом возрасте в качестве министра вооружения. Он был в это время, когда начинался Буран, членом политбюро. Если бы не Устинов, то, может быть, Буран бы и не начался. Потому что здесь он играл роль двойную. И как специалист, глубоко разбирающийся в технике, и как министр обороны. Это очень важно. У нас не было проблем взаимодействия между оборонщиками, генералами, маршалами и промышленностью. Он видел нашу страну очень, я бы сказал, очень сильной, независимой. Вот все его указания, они были направлены именно на это. Меня просто молодого тогда инженера, просто поражало вот такой его кругозор, вот этот вот, именно государственный подход к этой проблеме. 27 января 1976 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании многоразовой космической системы Буран. Главная задача возлагалась на НПО «Энергия». Генеральным конструктором назначили Валентина Петровича Глушко. Глушко Валентин Петрович. Генеральный конструктор многоразовой космической системы «Энергия Буран». Академик Академии наук СССР. Дважды герой социалистического труда. Генеральный конструктор НПО «Энергия» 1974-1989 годы. Валентин Петрович Глушко, как и Королёв, стоял у истоков советской космонавтики. В начале 20-х он переписывался с Циолковским. В 30-е, когда космос был только мечтой, проектировал ракетные летательные аппараты. Не в пример многим технарям того времени Глушко был человеком интеллигентным и настоящим учёным. Человек спиной к камере – это Глушко. Его двигатели вывели в космос королёвские ракеты. Хотя Глушко и Королёв были соратниками, по многим вопросам у них возникали разногласия. В 61-м году во время награждения за успехи в космосе о разногласиях временно забыли. Глушко входил в совет главных конструкторов и поэтому был засекречен. То, что он попал в объектив – редкость. В то время предпочитали таких людей не снимать и тем более не показывать. В официальную хронику эти кадры не попали. За победы в космосе наградили всех. Прежде всего Никиту Сергеевича Хрущёк. Устинова тоже удостоили награды. Золотую звезду вручал Брежнев, который был его другом. Глушко, в свою очередь, был в дружеских отношениях с Устиновой. В общем, все дружили. 1974 год. Валентин Петрович Глушко назначен главным конструктором НПО «Энергия», где разрабатывалась советская космическая техника. Вскоре перед ним поставят задачу – создать многоразовую космическую систему. Русский шаттл в ответ американскому. Когда начинали делать «Буран», начали хотели сделать корабль такого же типа, такого же аэродинамической схемы, такой же, как «Спираль». Но генеральный конструктор Глушко и министр Афанасьев сказали, нет, давайте делать так же, как американцы. Они много проверили, исследовали. Так что пойдем по этому пути. С «Бураном» связывали большие надежды на приоритет в космосе. Не так давно мы проиграли американцам битву за Луну. И поэтому вопрос возможного провала даже не обсуждался. «На Луну полетит не один человек. С ним будет вся нация». Этими словами, 25 мая 1961 года президент Кеннеди положил начало лунной программе. Прошло всего полтора месяца с момента полета Гагарина. Американцы хотели взять реванш. 21 июля 1969 года гражданин США Нил Армстронг первым ступил на лунную поверхность. Телекомпании всего мира показали американский флаг на Луне. Американцы радовались как дети. Для Советского Союза это была горькая пилюля. Мы не хотели уступать космического первенства и планировали высадиться на Луну к 50-летию октября. Королёв начинает создавать ракету для лунной экспедиции. Она получила обозначение Н1. Двигатели должен был делать Валентин Петрович Глушко. Но главные конструкторы не поладили друг с другом. Их пути разошлись. В 1966 году Сергей Павлович Королёв умер. Это стало ударом для советской космонавтики. Лунная программа продолжалась. Но без Королёва всё шло наперекосяк. Сверху торопили. Началась лихорадка по срокам в ущерб качеству. 21 февраля 1969 года состоялся запуск ракеты Н1. На 55-й секунде полёта произошла авария. Ракета, как говорят на Байконуре, улетела за Бугор. Было ещё три запуска. Результат оставался прежним. В руководстве страны никто не верил, что пятый полёт будет удачным. И его отменили. Мы проиграли битву за Луну. С приходом на королёвскую фирму Валентина Петровича Глушко работы по лунной программе свернулись. Прежних руководителей уволили. Начиналась новая эпоха в советской космонавтике. Эпоха Бурана. Буран – это общее название многоразовой космической системы. Она состояла из ракеты-носителя и орбитального самолёта. Разрабатывать Буран предстояло Министерству общего машиностроения, сокращённо МОМ. Мало кто знал, что скрывалось за этой аббревиатурой. А скрывалась за ней целая ракетно-космическая отрасль. Буран далеко не копия американского шаттла, хотя внешне похож. Основа американской системы – сам орбитальный корабль, установленный на топливном баке. Буран выводит в космос ракета «Энергия», которая может доставить на орбиту не только самолёт, но и любую другую полезную нагрузку. В этом принципиальные отличия и преимущества перед американским шаттлом. «Энергия» – ракета-носитель сверхтяжёлого класса. Стартовая масса – 2400 тонн. Масса полезного груза – 105 тонн. Тяга двигателей – 4000 тонн. Высота – 60 метров. Если перевести эти цифры в привычное соотношение, то представим. 20-этажный дом, весом в 40 железнодорожных вагонов и мощностью как 50 тысяч тепловозов. Но помимо ракеты нужно было сделать космический самолёт, который должен не сгорать при сходе с орбиты, уметь летать и садиться на аэродром. Министерство общего машиностроения самолётами никогда не занималось. Поэтому к разработке «Бурана» привлекли Минавиапром. Отношения между министерствами были далеко не безоблачными. Министерство общего машиностроения в то время, оно, естественно, сами понимаете, если кто помнит, было самым главным, значит, так сказать, ведомством в стране. Но, к сожалению, разделаться пришлось всё равно авиационной промышленности, потому что основная функция и испытания были, конечно, за Минавиапромом. Сошлись и по-доброму, и не совсем по-доброму два министерства. Это Минавиапром и Минавиапром. Минавиапром вообще в определённой степени, как говорят, в упор не видел. Минавиапром в космосе. Что, может, какие-то там по Земле ползают почти и собираются в космос. Непосвящённому человеку, глядя на эти кадры, невозможно понять, что делают все эти люди. Трудно узнать в этой огромной угловатой конструкции будущий космический челнок. Для создания орбитального самолёта в Министерстве авиапромышленности появляется новая организация. НПО «Молния». Главным конструктором становится Глеб Евгеньевич Лозина-Лозинский. Буран нужно было научить летать и приземляться. Лозина-Лозинский понимал, что с такой задачей могут справиться только опытные лётчики. Для этой цели в Минавиапроме организовали отряд из испытателей Лётно-исследовательского института. Министерство обороны, главный заказчик русского шаттла, не осталось в стороне. Так появился отряд военных лётчиков, для испытаний «Бурана». Орбитальный корабль «Буран». Стартовая масса 105 тонн. Полезная нагрузка 30 тонн. Длина 36 метров. Размах крыла 24 метра. Высота 16 метров. Для проверки аэродинамики и отработки посадки построили аналог «Бурана». Он был оснащён дополнительными двигателями, чтобы взлетать с земли. Как только его не называли. И летающий булыжник, и утюг, и чемодан с крыльями. С трудом верилось, что этот самолёт высотой с пятиэтажный дом вообще может взлететь. В то, что он сядет, верили ещё меньше. Специально для «Бурана» реконструировали взлётно-посадочную полосу. Её длина 5,5 километров. Самая большая в Европе. Испытания начались. Не всё проходило гладко. Во время одной из скоростных пробежек из-под шасси появился дым. Лопнула покрышка одного из колёс. Как говорят авиационные люди, самолёт разулся. Вы знаете, в жизни лётчика-воспытателей столько случаев бывает, когда что-то отрывается, что-то не срабатывает, что-то замыкает, что-то взрывается, что-то горит. Лозина Лозинский пережил несколько неприятных минут. Но в конечном счёте всё обошлось. Наступило 10 ноября 1985 года. День первого полёта. Самолёт пилотировали лётчики-испытатели Игорь Волк и Римас Станкевичус. Весь аэродром замер в ожидании. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопреки сомнениям скептиков, аналог «Бурана» легко оторвался от земли. Рядом с ним летел самолёт сопровождения с кинооператором на борту. Зрелище полёта огромной, уверенной в себе машины было впечатляюще. Пройдёт всего 14 лет, и это чудо техники станет аттракционом на Олимпиаде в Сиднее. Траектория снижения летательного аппарата называется «Глиссада». У «Бурана» она очень крутая. Чрезвычайно крутая. С земли кажется, что он падает камнем. Перед самой полосой самолёт выравнивается и мягко касается бетона. Всего аналог «Бурана» поднимался в воздух 24 раза. 12 раз его пилотировали Игорь Волк и Римас Станкевичус. 6 раз Анатолий Левченко и Александр Щукин. Ещё 6 раз военные лётчики-испытатели Иван Бачурин и Алексей Бородай. Каждый полёт тогда, помню, стоил теми денежками российскими. Это уже не тайно, потому что это уже прошлое. Каждый полёт стоил тысячу рублей. Бородай Алексей Сергеевич выполнил 6 полётов на аналоге «Бурана». Полковник. Лётчик-испытатель первого класса. А в ВВС пока техникам не принятся на вооружение, выплаты нет. А тогда шла инфляция бешеными темпами. И когда дело дошло до получения денег за эти полёты, я добавил ещё... То есть я получил 5,5 тысяч, добавил ещё полторы тысячи и купил дочери куртку китайскую. Первый экзамен «Буран» выдержал. Но предстояло сделать ещё очень много. Одной из сложнейших задач была теплозащита. Сегодня многие это хорошо понимают. Пример американского шаттла «Колумбия» красноречивее всяких слов. Чтобы изготовить теплозащитную плитку, нужен был кварцевый песок особого состава. Специально для «Бурана» геологам поручили отыскать месторождение такого песка. Это было сделано. Каждая плитка стоила 500 рублей. Всего на «Буране» их около 40 тысяч. Таким образом, теплозащита обошлась в 20 миллионов. Это в то время, когда зарплата 120 рублей была нормой. Необходимо было проверить плитку в реальных условиях. Вспомнили о проекте «Спираль». Сделали уменьшенную копию того самого «Лаптя». Изделие назвали «Бор» – беспилотный орбитальный ракетоплан. В газете «Правда» от 4 июня 1982 года появилось короткое сообщение о запуске очередного спутника серии «Космос» за номером 1374. Это был «Бор». Он сделал виток по орбите и опустился в Индийский океан. Для того, чтобы выловить космический лапоть, в нейтральные воды неподалеку от Австралии прибыли поисково-спасательные корабли. Часть из них шла с Дальнего Востока, часть – из Черного моря. Наконец, все собрались в заданной точке координат. Доложили о прибытии. «Бор» должны были запустить через пару дней. Там были не только поисково-спасательные корабли, а корабли охранения. Появились американские самолеты. Они стали нас облетывать довольно низко. Метров 50-60. Это очень низко. Чем самым вызвали волнение команды. Ратушев Владимир Георгиевич. Участник экспедиции в Индийский океан. Кинооператор Летно-исследовательского института. Когда «Бор» опустился на воду, сразу на воду была спущена шлюпка. В связи с тем, что «Бор» начинен ядовитым топливом, вся команда была в химзащите и противогазах. Чем вызвало сразу полное недоумение у американцев. Они теперь вообще ничего не понимали, что происходит. Но когда изделие подцепили и стали поднимать, кстати, при подъеме изделия, отломили ему нос. Была очень неблагоприятная погода. Но когда его подняли и поставили на палубу, они поняли, что это такое, они успокоились. Но успокоились они только в тот конкретный момент. А так программа «Энергия Буран» их очень интересовала. Они понимали, что это наш адекватный ответ на их программу «СОИ». Поэтому они прилагали определенные усилия, чтобы выведать наши секреты. Одним хмурым московским утром возле английского посольства появился подозрительный человек. За посольствами стран, проявлявших повышенный интерес к «Бурану», постоянно наблюдали наши спецслужбы. Человек сел в Ниву с американскими дипломатическими номерами. Вслед за Нивой отправилась оперативная волка. Бдительность была не лишней. Через некоторое время Нива оказалась на высоком берегу Москва-реки напротив Жуковского. С обрыва хорошо просматривался испытательный аэродром. Ожидался очередной вылет аналога «Бурана», и спецслужбы были на чеку. Непрошенных гостей вовремя заметили. На место событий отправилась оперативная группа. Никто не хотел международного скандала. Пассажиров Нивы не собирались арестовывать, но пресечь их действия сочли необходимым. Неизвестные поспешили скрыться. Оперативники отправились за ними. Погоня получилась в лучших традициях Голливуда, но Ниву так и не догнали. Позднее при разборе ситуации было отмечено, что, скорее всего, у Нивы стоял двигатель от более мощного автомобиля. 13 марта 1985 года Москва прощалась с генеральным секретарем ЦК КПСС Черненко. К власти пришел Горбачев. Американцы решили продемонстрировать силу. Тот самый нырок шаттла, о котором предупреждали еще в 1974 году, состоялся. Программа «Звездных войн» обретала реальность. В 1985 году шаттл, он совершил нырок над Москвой и снова ушел на орбиту. Нырок до высоты 80 километров. Это было настолько неожиданно. То есть он шел по орбите, потом притормаживался, нырял в атмосферу до 80 километров. Мог все, что угодно сделать. Сбросить там что-то в этот момент, в эту точку во время нырка. А после этого уходил на орбиту. И вот этот нырок, он повернул мозги у нашего всего руководства. Поэтому в 86-м году нас всех 1-2 января посадили в самолет, привезли на Байконурск, сказали, вы отсюда не уедете, пока не запустите. Ну и многие приехали там с дипломатами, без смены, как говорят, рубашек там. Считали, что летят там один-два дня. А после этого остались там действительно допускать. В Женеве состоялась первая встреча Рейгана и Горбачева. Разговор проходил за закрытыми дверями. Вопросы, связанные с программой СОИ, наверняка поднимались. Но о чем конкретно говорили лидеры двух сверхдержав, можно только догадываться. В печати было больше абстрактных призывов к миру, чем реальных предложений. Рейган был хороший актер. И он на 100% свой актерский талант использовал для того, чтобы создать блеф СОИ. Конечно, его подпитали соответствующие ученые. Конечно, нужно экономику, чтобы она не перегревалась, понимаете, американцу чем-то загружать, понимаете, так. Вот СОИ. Мы докладывали и Горбачеву, что это блеф. 28 января 1986 года. 16 часов 38 минут по Гринвичу. Стартует Space Shuttle Challenger. Через 1 минуту 14 секунд корабль взорвется. И 7 находящихся на борту астронавтов погибнут. Этот печальный для всей Америки факт позволил Советскому Союзу сократить отставание в космической гонке. В программе звездных войн был нанесен серьезный удар. Американцы не летали в космос почти три года. Именно в течение этого времени в космос будут запущены ракета «Энергия» и русский шаттл «Буран». Октябрь 1986 года. Рик Явик. На новой встрече с Рейганом Горбачев чувствовал себя уверенней. Переговоры прошли более предметно. Американский президент, реально оценив обстановку, решил, что Советский Союз и Соединенные Штаты, пожалуй, смогут договориться. К весне 1987 года ракета-носитель «Энергия» была полностью готова. «Буран» опаздывал. Еще шли испытания. В руководстве не стали ждать. Было принято решение запустить «Энергию» с другой полезной нагрузкой. В это время по заказу Минобороны был разработан космический модуль, внутренности которого строго засекретили. Аппарат назывался «Полюс». На самом деле это был прототип лазерного оружия. Оказывается, мы продвинулись в звездных войнах дальше самих американцев. Старт «Энергии» с «Полюсом» назначили на 15 мая. 13 мая 1987 года на Байконуре был генеральный секретарь Горбачев. Он колебался, давать разрешение на пуск или нет. А что подумают американцы и так далее. Он улетел, жалом нам хорошей работы, но сам не остался на пуск. Успешный старт «Энергии» был омрачен. Дорогостоящий «Полюс» так и не вышел на орбиту. В математических расчетах не заметили ошибку. Вместо разгона «Полюс» затормозился и упал в океан. Уникальность этого запуска была в том, что мы впервые увидели, как ведет себя ракета непосредственно в момент старта. И вела она себя очень необычно. Виноградов Павел Владимирович, начальник сектора летно-испытательной службы космонавтов НПО «Энергия». Летчик-космонавт Российской Федерации. Герой России. Крепление полезного груза было сбоку, и вот эта вся масса, огромные 2000 тонн. Ракета, когда вышла из стартовых сооружений, она начала как бы сразу заваливаться на бок. Угол был очень большой, ну, градусов 10-12. И первое впечатление было, что вот сейчас это может закончиться трагедией. Потом мы уже буквально минут через 30 приехали на старт. Ну, разрушения были очень серьезные. Вот весь, всю площадку около пускового стола покрывали огромные плиты, шестиметровые бетонные плиты. Вот они, практически их сносило, как листок. Многие бронедвери были просто вырваны. А эти бронедвери, ну, они держали там десятки атмосфер давления. Мы впервые воочию почувствовали, ну, в натуре, что это за мощность этого носителя. И вот «Буран» почти готов. Для его перевозки с московского завода на Байконур была переоборудована знаменитая «Эмка» Владимира Мясищева. Глядя на эту авиационную сцепку, не верилось, что изящный самолет может поднять такую громадину. Тем не менее, эта конструкция взлетела и взяла курс на Байконур. Приближался день пуска. Испытатели, учившие «Буран» летать, очень хотели быть на его борту. Но с самого начала решение было однозначным. «Буран» полетит без пилота и сядет в автоматическом режиме. 15 ноября 1988 года. Погода портилась на глазах. Накануне старта было штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Главные конструкторы долго совещались, но все-таки дали разрешение на старт. Этот момент, наконец, наступил. В такие минуты все слова кажутся лишними. Давайте помолчим и посмотрим, как это было. Буран вышел на орбиту. Ему предстояло сделать два витка. Всего лишь на один, больше, чем в свое время сделал Гагарин. Как похожи два этих события и какая пропасть лежит между ними. Наши космические победы стали возможны благодаря усилиям миллионов людей, о которых нужно обязательно вспомнить в этом фильме. Но страна изменилась. Время героических совершений прошло. «Буран» был обречен. Многие понимали, что его первый полет, скорее всего, окажется последним. Взлетел МиГ-25 с кинооператором. Ему первому суждено увидеть Буран после возвращения из космоса. Буран шел на посадку. Трудно было поверить, что он делает это самостоятельно. Борясь с сильным боковым ветром, Буран подошел к земле и коснулся бетонки почти в центре расчетного ромба. Самолет пробежал по полосе и замер, отклонившись от осевой линии меньше, чем на метр. Это была наивысшая точка траектории развития советской космонавтики. Событие попало в Книгу рекордов Гиннеса, как первое в мире полностью автоматическая посадка орбитального корабля. Буран сбросил тормозной парашют. Впоследствии его так и не нашли. То ли ветер унес в степь, то ли растащили на сувениры. Прошло почти 14 лет с момента старта русского шаттла. Все эти годы Буран простоял на Байконуре. Сооружение, где он находился, пришло в негодность. Крыша размером в два футбольных поля рухнула с высоты 70 метров и похоронила под собой и ракету, и самолет. В катастрофе погибло 8 человек. Кадры, которые вы видите, снимало МЧС России. Камера была неисправна. Или пленка бракованная. Но других кадров мы не нашли. Буран и энергия выдержали испытания космосу. Но погибли на Земле. Официально сегодня программа не закрыта. Понимаете? Поэтому сегодня вот расписаться, чтобы закрыть эту тему, ни у кого не хватает. Не хватает усилий воли, чтобы взять и сказать, «Ребята, давайте все-таки спешим, и будем начнем историю нашей космонавтики с чистого листа». Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Вам и дальше штурмовать Вселенную. Вспомним звездный печал и учебный штурвал, Как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал.